Итак, с вами Добга, мы продолжаем играть за наше вечное пламя, или точнее, эмират вечного пламени. Впрочем, это просто на самом деле Афганистан, но вы, если вдруг еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Мы же продолжаем вести войну за спасение нашей страны, можно сказать, ну и, конечно же, наших союзников. Поехали! И япония замерилась с Германией, судя по всему, они просто победили и забрали территорию. Ну, это так и есть. В принципе, это должно слабить давление на Германию. Но, хоть они и потеряли часть своих ресурсов, но, я думаю, потеряли они уже их давно, и как будто плевать. Мы, конечно же, кстати говоря, закупаем все в Германии, чтобы помогать ей как муж. В принципе, паблик у нее очень много. Я сейчас понимаю, что может произойти нечто очень забавное. Мы воюем с Россией, поэтому пушим сюда, но Украина воюет с этими ребятами, и поэтому мы в теории можем оказаться зажатыми здесь. Чего я бы не хотел, из-за чего я понимаю, что нам нужно либо обвить войну, в принципе, всему этому альянсу, то, что достаточно, кстати, недолго. Блин, наверное, так и стоит сделать. Изучили мы какого-то дюйти модерн-ворфер, теперь получили слот исследований. Я не очень уверен, зачем нам надо, но давайте дальше возьмем все артиллерию и пехотку просто в запас. Это, в принципе, будет для нас полезно, я думаю. Ну и слот, конечно, суперполезно. Итак, КБ здесь у нас готов, давайте объявим, чтобы у нас точно здесь все было. И давайте поможем, соответственно, добить Украину, я думаю, чтобы здесь фронт стал чуть-чуть попроще. Так, и, наверное, часть войск, конечно, вот сюда. Поехали. Еще я понял, что я мог бы делать вот так все это время. И да, давайте я так и буду делать. Мы можем здесь рейдить французов. Вряд ли, я думаю, французов здесь будут какие-то силы рейда останавливать. А на присосовности сил здесь это должно хоть как-то сказаться. Плюс, в принципе, конвои, понятно, у них. Ладно, у них очень много. Вряд ли они закончатся, но самое главное, я думаю, у них может будут хотя бы желтые коробки, хотя бы какие-то процентики, это нам в боях, я думаю, даст. Ну и плюс наш адмирал начнет накачиваться. Может это когда-то пригодится, может нет, посмотрим. И мы действительно встретились здесь флот. Я понятия не имею, кто это на самом деле. Похоже, было на Британию, но как-то слабо. И нашего флота... Ладно, он еще есть, он еще есть, но он, конечно, супер пострадал. Это расстраивает, расстраивает, но что поделать. Это был риск, я все рассчитал. Правда, я в математике подсчет аварарских крыльев на нас пара кораблей достаточно плохо. О, вот это вот хороший бафчик, на место 10% скидка. На ассамблятике мы как раз сейчас начнем делать хорошее. Ой, смотрите-ка, они наконец-таки капнули. Так, ну очевидно, что Крым афганский, поэтому мы его забираем, а все остальное... Ладно, знаете, что мы еще заберем, нам ничего больше не надо. Дайте только нам лот. Сколько сможем, столько и возьмем. Прекрасно. А так, в этот момент, так сказать, передышки. Вот эти войска я бы хотел дотренировать, пока у них есть на это время. А здесь мы продолжаем наступать без особой передыши, потому что надо, надо продолжать. Но Германия уже, я думаю, намного лучше себя чувствует. Сейчас она повызряет там австрийские всех ребят. Мы наконец-таки радиокселер исследуем. В это время мы общались с голубями в армии. И, блин, Германия опять пушат. Да что ж такое? Вроде мы только помогаем ей. Она только вроде теряет противников, но как-то... Когда все еще напряжено. Впрочем, ну... Должны, должны здесь, я думаю, додушить. Мы сейчас здесь поможем им. Здесь тоже вроде как душат. Америка там какая-то против тоже кого-то воюет. Ну ладно. Самое главное, здесь мы задушили, здесь мы задушили. Надо быть аккуратным здесь. Ну что, идем на наступление здесь. Теперь здесь полностью фронт уже стабилизировался. Мы проходы где надо получили. Здесь тоже пушим. Самое главное, что мы сейчас соединимся с Сибирью. И здесь, в принципе, припасы закончатся. Это уже будет чисто большой котел. Который, впрочем, надо будет еще додушить. Потому что, да, здесь все не так совсем просто. Но додушим рано или поздно. Тут все еще опять какие-то дивизии где-то потерял. Уже не знаю где, но было. Так что, да, припасы уже, по-моему, то они проходят. Так что там уже проблемы. Мы наконец-таки исследуемся к артиллерии ПВО ПТО. Станет чуть получше. Ну и да. Это все умрет примерно. Здесь уже скоро наши войска даже соединятся. И эта армия тренируется, потому что у нее есть на это время. И есть у нас на это ресурсы. Хотя, конечно, ресурсов не супер много. Но очень много, думаю, еще на оккупацию ходят. И, в принципе, на то, что мы постоянно-постоянно продолжаем воевать. Без каких-то перерывов. Конечно, это истощает наши запасы. Они не так быстро пополняются. Но, как есть. Можно иметь первую, точнее, новую финдостанскую империю. И в этом корке получим от Индии. И мы получаем КБ на индийские всякие страны. Что полезно. Прямо сейчас мы, конечно, на дате объявить войну, наверное, не будем. Но, в принципе, в принципе, как бы, туда наше направление дальше будет в развитии. Плюс, у нас, в принципе, все еще есть вариант вступить. Я так и не уверен, можно ли здесь расформировать свой альянс. Да, можем. То есть, можем расформировать альянс и пойти вступить в Рейхспакт. В принципе, я это вижу. Мы вполне себе вместе с Германией действуем на мировой арене. Я не вижу, почему бы нам с ними не дружить. Особенно учитывая, сколько они нам помогали, как мы им сейчас помогаем. Вполне себе это подписывается в мое, так сказать, видение нашей страны. О, нет, мы получили тот самый, ту самую ловушку Севастополя. Она бесконечно заново и заново предлагает нам отдать кому-то Севастополь. И, а там им некого отдавать. Ловушка Севастополя, та самая легендарная. Ладно, получаем, кстати говоря, Макс Рейндж плюс 10 самолетов. Это очень приятно. Я еще и туда дополнительный топлив на Маки поставил, потому что у нас региона вот такие. Так что авиация наша будет хороша. Пока что строим чисто самолетики. Потом, наверное, добавим все-таки к ним и штурмовики. Ну, истребители строим. И Германия начала воевать с Сербией, с Румынией. Ну вот не хватало только этого. Вроде только все становится в порядке, как у нас очередная война. Ну, что я могу сказать. Поехали освобождать на таком фоне, я думаю, вот здесь Африку. Чтобы Германия отсюда все свои силы убрала. И начала как-то воевать уже на континенте нормально. Ну и плюс, конечно, тут наши территории на самом деле тоже имеются. Если вы не помните, то у нас вот здесь вот наши территории были. Как их они захватили через Турцию. Их отобьем. Там, я думаю, какие-то разобьем силы тоже, собственно говоря, Франции. Ну и чуть-чуть подчистим здесь все. С Россией мы потихоньку разбираемся. Все больше и больше мы забираем ее территории. В один момент она все же капитулирует. Я еще закидываю туда пропаганду на минус стабильности и минус поддержку войны. Вряд ли это сразу начнет сказываться. Но в один момент начнет. Ну и плюс у них и так уже малая поддержка войны. Из-за того, что огромная потеря войны длится очень долго. Так что да, станет чуть попроще в какой-то момент. Но этот момент еще далеко. Как всегда, наш флотерай стал выглядеть уже так посолиднее. Давайте, наверное, его потренируем пока у нас есть момент. Вроде как нам здесь никто мешать не должен. Наверное, здесь безопасно. И уже с тренированным флота будет как-то чуть побезопаснее. И в принципе мы сможем рейдить снова. Я думаю, такой флот уже не должны разбить. Хотя все еще он слабоват, объективно говоря. Здесь очень много, точнее очень мало орудий. А те, что есть, ну очень медленные корабли. Атаки на них маловато в среднем. Ну да. Все еще такое, такое. Но лучше, чем ничего. Я думаю, пора сделать вот такой вот приказ. Единственное, я все еще оставим мы вот такие приколы. И мы подобиваемся здесь какое-то количество дивизий. Чтобы с этим всем разобрались точно. Но в среднем эти ребята сейчас будут идти сюда. Начинать планирование и вместе уже наступать дальше. И да, Россия тут опять контратакует. Кстати, опасно достаточно. Но это из-за Сербии и Румынии. Впрочем, если их съедят, то ось, ну как бы, как ось, наш альянс с Германией. Будущее, давайте, наверное, кстати, туда и пойдем сейчас. Нам станет достаточно просто. Плюс промышленность будет, плюс какие-то новые марионетки. В принципе, эти страны просто потом выступят на нашей стороне. То есть, отлично. Ой, смотрите, что сделали немцы. Очень жесткий прорыв. Сквозь Нанси под самым Парижем они уже. Видимо, наступление Людендорфа какое-то произошло. Очень-очень сильный удар. Я полагаю, это из-за того, что Франция сюда, видимо, войска перетянула. Либо сюда, хотя вряд ли, потому что они не в альянсе. Но что-то точно произошло. Мы еще и тут, кстати говоря, продолжаем пушить. Есть шанс, что и это как-то сыграло нам на руку. Кстати, у нас здесь проблемы с снабжением из-за того, что у нас как-то очень странно войска распределились. Никто не прикрыл туза, вот сюда никто не отошел. И у нас здесь вот такие очень странные пути снабжения. А именно, их и нету. Они идут через вражеские провинции. Следовательно, не идут в принципе. Давайте тост за нашу лояльность, и мы хотим присоединиться к Респакту, верно? И вот эти войска давайте сначала сюда добить вот это все. А затем сюда и пойдем на запад. Здесь дочистим все. Так, здесь опять произошло непонятно что. Видите, вот это вот куда произошло. Я не очень понял. Там немцы пропустили вот такой вот что ли табун, не знаю, казаков. Это что, казачий зажим тот самый произошел. Ну, в общем-то, короче, надо чисто на наших территориях. Может здесь происходит какое-то непонятное говно. С этими немецкими войсками, с русскими войсками здесь, с французскими войсками здесь, не знаю. В результате чего сордают наши войска. Это давайте будем боевать только там, где наши только войска. Мы там точно можем быть уверены, что все в порядке, там безопасно. И все, есть коридор, пробились мы. Ну и просто эвакуируемся. Все, нам здесь больше нечего ловить. И вот мы вошли в Рексфакт, и все стало чуть-чуть попроще, я думаю. В скупочках намного проще. Отлично. И потом мы их затянем в войну с Антантой тоже. Ну и они вернули нам какие-то интовканские земли. Не знаю, что это, но допустим. Теперь они нам закинули ленд-лисы еще сочнее. Да, на ленд-лизах от Германии, конечно, приятно сидеть. Закидывают много. Ну и давайте наступление. Я думаю, мы более чем готов. Да, так и есть. Конечно, я вижу, что не так просто дается нам это. Где войска укреплены у них, пробиваться тяжело. Но укрепления скоро пропадут. И наши истребители также в воздухе потихоньку начинают уже работать. Это тоже позитивная тема. Плюс увеличиваем производство всего остального. Потому что, да, есть проблемы, есть проблемы. Конечно, авиация хорошо, но... О, мы получили резину, не знаю откуда. То есть нам передали... Нам передали цейлон. Потому что у нас были на него клаймы. Видимо. Да, и Германия такая, ладно. Раз у тех ребят есть клаймы, то давайте отдадим. Спасибо, Германия. Я уже вижу, что мы как бы, ну... Так. Вернуться... Не-не-не. Посидят. Посидят. Я уже вижу, так сказать, это в пользу от нашего сотрудничества. А что будет дальше? Ну и подлодки возвращаются на свои, так сказать, миссии. И этот лот будет стараться помогать, если вдруг будет какая-то угроза. Здесь опять-таки генерал, адмирал, точнее, как вы видите, есть. Просто он у нас анонимность инкогнито подъезд, так называемый, и его не видно. Потому что у него просто иконки нет. Что, кстати говоря, грустно, потому что, ну, казалось бы, раз они страну это выпустили уже, а они ее выпустили, то можно было бы хотя бы каких-то парочку дефолтных добавить. Почему нет? А также мы стали теперь лидером по агентству. Главным, так сказать, будем теперь душить максимально наших противников. Ой, можно присоединиться к исследованиям. Вот это, кстати, то, что должно быть очень полезно, потому что у нас будет очень, да, 173 технологии, которые можно изучить. То есть, ну, почти на все у нас сейчас будут бафы. Это просто космически круто. Я думаю, мы должны повысить. Мы агрессивны, здесь очень низкая плотность войск у России. Я думаю, наступать нам здесь очень можно. И, да, конечно же, эти ребята активизировались. Ну, как сказать, мы в целом скорее к этому готовы, чем не готовы. У нас есть вот эта армия, которая не сильно занята. Давайте сюда отправимся с ними, расправимся. Ну, да, Россия потеряла кучу войск, но и мы тоже не отстаем. Тоже несем большие потери, на самом деле. Еще и на гарнизон теперь начинаем отдавать. Придется немножко мобилизоваться, но это то, что мы можем себе, в принципе, позволить. Плюс, потихоньку здесь у нас растет подчинение. Мы должны потихоньку получать больше и больше людей. А самое главное, мы захватим Индию и сможем сделать ее корками. А там, я думаю, людей будет очень много. И здесь, оказывается, смотрите, они пролезли вот сюда. Чертовы. Получается, эти ребята-интернационалисты. Надо с ними что-то тоже будет сделать здесь. Давайте вот так как-то и сюда вот подушим их. Ну, так с этими ребятами разобрались. Там уже наши союзники имеются. Ну, и сейчас мы-то тоже доберемся. Начинаем здесь душить. Мы отобьем себе, так сказать, Индию. Пока что только левую Индию, но мы в один момент вернем все. А здесь у нас все закончилось. Можно, я думаю, пройти просто в палитку, дальше собирать и на что-то нажимать ее. Потому что фокуса у нас не осталось. Ну что. Снова, я думаю, продолжаем выступление в России. Вроде как все зеленое. Дратим мы все-таки, я думаю, много ресурсов на это. Так или иначе. Но что поделать. Такова, такова наша цена за это выступление. Вообще, в теории, я вижу, что здесь очень мало войск в Франции. Я могу просто направить все в Францию, армию и раздавить их. Но я понимаю, что на самом деле здесь угроза именно Россия. Потому что Франция, по факту, достаточно маленькая. По промышленности уже, по людским ресурсам. В сравнении с Россией. И самое главное, с бафами России. Ну и вот, да. Видите, армия в России намного больше. Франция уже подостощилась. И это, вы должны понимать, это мы уже захватили примерно половину. То есть здесь захвачено. Здесь могло быть еще больше. И бафы там. Как бы вообще, это куча ТНП. Куча там продакшн, эфишнс, кап. Здесь скидки на танки. Еще кап, еще скорость роста. В общем-то, этому позволять становится больше нельзя. А вот мы, кстати говоря, сейчас и промпы доисследуем. Как классно иметь бафы на исследование от большой стороны. Вот здесь, смотрите, мы просто их перемалываем. Я бы даже попробовал так вот пробиться. В теории, если получится. А, у них здесь снабжения вообще нигде нету. Если получится так пробиться, то мы сможем все это вайпнуть. И просто спокойно перейти в наступление дальше. Если не получится, то придется здесь в плохих горах сражаться. Без снабжения. Ну, посмотрим сейчас, как повезет. Сыгра, вот у нас и Manpower вернулся. Просто тем, что мы отбили себе территорию. Потому что, да, здесь, наверное, ну да, 10 миллионов, часа 20 миллионов встать. Конечно, у нас Manpower пропал после такого захвата. Сейчас вернется обратно. И да, мы здесь все по ощущениям, я думаю, давай баем. Хотя, конечно, на тоненького пока что. Ну, давайте мы добавим сюда наших штурмовиков, которые имеют хороший радиус. И теория должна стать получше. И посмотрите на это. Оказывается, мы почти капнули их. 45% достаточно всего. Но это благодаря, как говорится, вот этой вот цифре. Варсапорт очень низкий из-за потерь, из-за бомбардировок и из-за пропаганды. Он дает немножко, но слушайте, уже просыгнали. Уже минус 0.24 в недельку. Дистанция это дало. Ну и, в принципе, видимо, это оно. Да, так и есть. Падение Москвы и кап. Прекрасно. Можем отправить наши армии. Теперь наша профессиональная, я вам еще, армия. Хотя здесь уже поредело число ветеранов. Но то, чтобы взять Париж, Афганистан в этом деле поможет нашим немецким союзникам. И я думаю, то же самое можно сделать здесь. Так, только не здесь, а вот здесь. С Сербией. И Гославией стать в этом прохождении, по крайней мере, не дано. И да, я здесь вижу, что мы вайпнули их. Прекрасно. Так что, да, две армии едут в Европу. В принципе, даже технически все три. Одна еще обучается. Одна сейчас будет захватывать Индию, по крайней мере, вот эту. Левацкую, скажем так. Хотя сейчас Иделиза хватит, мы еще и вот этих нападем. То прекрасно. Ну а с вами был ДБГ. Так что обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, движения, скорую гости. Все в описании. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok